Это просто. Лично у меня ощущение, что для Vitality выступление здесь более приоритетно, чем для НИП. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Плюс нельзя забывать, у Vitality в составе топовый авик. Это, конечно же, тот самый Матье Эрбо. Ну, а NIP по-прежнему играют без снайпера. У Изи Тайга бывают неплохие моменты, бывают интересные матчи, в которых он может выдавать яркий перформанс. Но на дистанции все-таки ощущается недостаток этой ключевой, на самом-то деле, в КС роли. Но карту Денюк, Vitality ее проигрывали три раза за свои последние матчи. То есть три поражения подряд. В частности, на предыдущем турнире на Бласте тоже было так, что просто окунемся сюда, в мир Counter-Strike. Федор, поделись своим прогнозом. Я бы все-таки ждал трех карт. Что-то мне не верится, что NIP вот так вот два дня подряд 0-2 без шансов будут отлетать. Думаю, сейчас как раз-таки та самая возможность, за которую они цепанутся. И смотри, уже падает Апекс. На Б остается один Мэджиск. Ой-ка, я хорош, 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 дядечка! Я их похоронил. Вот так. А где же халпа? Халпы какой-то не будет. Мэджиска наконец-то убивает, но за его приходит и, скорее всего, вместе с тиммейтом спасут положение. Пуш-рампы, изначально начавшийся неплохо, для NIP заканчивается провалом. Вот и, пожалуйста, есть кому стрелять в Vitality. Ну и, наверное, даже немного наивно было с точки зрения NIP полагать, что B-база будет пуста. Хорош, Мэджиск, а у нас тем временем коэффициенты от сайта GGBet. На NIP дают 2.2 в рамках всего B-stop 3, 1.65 дают на Vitality. Не забывайте, что пантер по трансляции приведет вас на сайт GGBet, где вы сможете получить бонус. GGBet – партнер киберспортивных трансляций студии MainCast. 1.0. Пока. Эко от NIP. Да, этот раунд проходной абсолютно у нас с вами на экранах. Так что залетайте на GGBet. Турнир ставок открыт. ProLiga будет длиться очень долго. Сегодня у нас только второй день. Все это происходит на LAN, друзья. Можем лицезреть лица игроков. Это очень прикольно, особенно, когда вот играют такие эмоциональные исполнители, как Apex. Это правда. Очень интересно. На самом деле я много критики слышал в адрес Apex в последнее время. В частности от Влада Бондика о том, что он очень часто становится энтрифрагом. И, может быть, он к этой ESL ProLiga столь важный для команды что-то в своей игре поменяет. Но сейчас явно в форме у нас Майджиск откалачивает. Он уже четвертый килл. Вместе с Зайву пробрасывают к Хампуса на скале. Тот падает. Это опять 4. Ну и пока эта тусовочка на улице Нипам особо ничего не приносит. Не знаю, на самом деле, вот сколько ни разговаривал, сколько у меня ни спрашивали. Все, конечно, в этом матче. Может и не 2-0, но ставят на Виталити. Хочется в них поверить. Хочется, чтобы они наконец-то нашли свою игру. Может быть, этот матч станет как раз таким таковым. Но пока заход через Мейн. Здесь 2-0. Здесь пока все очень просто. Ну да, такая попытка даже захода. Внутри Мейна в итоге все погибают. Немного затянулся. Такой вот бесперспективный для команды NAP раунд. Но счет 2-0. И вот теперь у Виталити серьезная задачка. Как поставить фармгана, еще и скаут, чтобы остановить целых 5 калашей в исполнении NAP. А может быть, Виталити сами пойдут в какой-то пуш. Да, это будет ожидаемо для NAP, потому что они знают о наличии фармилок у противника. И наверняка будут готовы к какому-то врыву в лобби, например. Но увидим, что будет по факту. Виталити стакают рампу, туда становится Зайву и Апекс. Он за красным, что ли, играет? За ящиком? Что-то интересное. Видишь, какой-то на рампе происходит. В этот момент НИП раскидывают улицу и уже штрафуют Мэджиску. У того остается 22 кп. Он стоял за косым контейнером, но к его позиции оказались готовы. Так, вот здесь бы от третьего лица посмотреть, что там делает Апекс. То есть Зайву дает выстрел и скаута убегает вниз, а Апекс запускает всех и в спину из фармилочки убивает пацанов на спуске. Такой план. Хороший план надо отметить. Зайву есть попадание, понимает, что сейчас его пушить не будут. Пытается добить ХАЕшкой, а вот Апекс пушить пойдет. Флэшка! Очень странный отыгрыш. Падает Мэджиск минус Апекс. И понимают НИП, что сейчас на рампе остался, ну, наверное, только один скаут. Хотя они все равно не спешат. У них 5 в 3, 50 секунд до конца. Да, по инфе красные, видимо, просто понесся Апекс. В итоге, ну, как-то, наверное, уже нужно задумываться о таком легком-легком сейве. Пытается Дюпри что-то сделать, но попадает на прицел к резу. Что-то такой довольно мертвый получился раунд, несмотря на стартовый дэмэдж. Но посмотри, НИПы собираются, по всей видимости, идти на А. А здесь как раз-таки два игрока Виталити. И по идее такое может приниматься. Молотов раз. Перевелся, правда, спинг сразу на мейн. Мог бы дать второй минус. Но ожидают ли здесь Зайву? По последней инфе он сидит на рампе. Так что, возможно, его и не чекнут. Астекс заносит ему бомбу. 9-8 секунд. Открывается девятка. Девятку Зайву слышит. Еще один килл. 6-5-4! Изи! Изи просто 2-5 потащено! Виталити! И почему-то, глядя на расстановку, сразу пришла мысль. Они ведь сейчас выиграют. Немного странно, что человек с девятки не нашел Зайву. То есть там за плентом на самом-то деле не так уж много места, где можно спрятаться. Вот Зайву убивает из тега. Становится за ящик. И чел с девятки боком. Таким, вроде, полубоком. Мне кажется, что просто игрок, который с девятки открывался, он сразу же фокусил Сайд. А потом уже как-то повернулся на ящик. В общем, какой-то такой неприятненький момент. Который, знаешь, флэшбэчит нас ко вчерашнему матчу. Где у Нипта тоже все не слишком хорошо шло. Не слишком клеилось. А здесь уже 3-0. Такое тащить всегда, конечно, приятно. Что ж, снова теки. Дигл. Пожелаем Нипам удачи. Они не сдаются и идут на улицу снова. Ну да, тут, конечно, что-то поспешили парни. Немножечко до раскрытия. Смока Мэджис начинает нашивать. И мои надежды на три карты сдают. Буквально с каждой секундой. Но ты вот сказал про три карты. Но все-таки в чью пользу они должны уйти в целом. Ну, Виталити. Виталити, конечно, творит здесь. Да, значит, наверное. Но они усилили состав. Они показали уже результаты. Нипы продолжают что-то как-то... Ну, не знаю. Не то, чтобы стагнировать, но оставаться на своем уровне. Виталити сделали шаг вперед. Как по мне. Да, да, по факту. Причем Зайву говорил в своем интервью, что Месута и сам он очень плохо говорят. Ну, или просто плохо говорят на английском языке. Из-за этого коммуникация проседала. Спинг знает его хорошо. Это однозначный плюс. Ну, и, конечно, сам Спингс, игрок мирового класса. Должны, должны уже наконец-то Виталити заиграть. Потому что такая серьезная инвестиция пришла на голову организации. Такой радикальный муф они сделали. Но вот результатов как-то пока все нет. Эта ESL ProDiga должна стать таким катализатором, толчком, чтобы наконец Виталити вошли в свой... Ну, замену они сделали на топ-3. Будучи, по-моему, второй или третьей командой в мире. Соответственно, сейчас, наверное, их цель как минимум не ниже. То есть стабильно быть какой-то топ-3 командой. Ладно, что в этом раунде пока происходит? Сплит атака на через мейн. Здесь опять Спингс. Да, проходить его чертовски сложно. Но, кстати, атака не очень развивается. Бролан наконец-то, наконец-то заиграл Бролан. Правда, еще два опорника на верхней точке вообще не ждали на восьмерке Дюбри. Сделали два энтри. Ну, вот это как раунд против Зайву. Начинают неплохо не пыть. И как пистолетку мы с вами видели. Вроде дали энтри, отвалились. Здесь дали еще два размена и снова развалились. Что-то как-то они не сфокусированы. Ну, знаешь, конкретно в этом раунде просто, ну, наверное, не ждали третьего НА. То есть дали два фрага. И, наверное, в твоем диапазоне позиций третий тоже где-то там на девятке, наверное, должен быть. Вот не посмотрели на восьмерку. Так тоже бывает. Вот Спинкс. Дает один килл. Дальше забирают Мэджиска в такой странненькой позиции. То есть, по их мнению, это второй игрок на А. А третий должен был, ну, сейчас там откуда-то из-под девятки или там с улицы приходить на Хевен третьем. Наверное, это та причина, по которой не проверили конкретно третьего находящегося игрока. 5-0. И опять пистолет. В таком деле не доходит. Вяленько, вяленько пока идет эта каточка для непов. Но ничего, мы скоро увидим статистику сайта CoverGG. И, может быть, на ней мы увидим причины поверить в НИП в рамках этого Best of 3. Ну, со статистикой по фрагам 2-5-0-5 будет тяжело найти какие-то позитивные моменты CoverGG. Но ребята постараются немножечко подсветить нам этот темный туннель команды НИП, по которому они движутся просто в пропасть. Такое впечатление. Сейчас, ну вот, они... Зайву рейтинг 10. Вот ответ. Нет, я так понимаю, причина. Лучший перформанс в команде НИП у Бролана 4.8, и Зайву просто 10. Как бы меня не переплюнуть. Я так понимаю, что 10 это максимум. Да, максимум 10 написано. У Зайву 10. Он не может быть лучше. Это невозможно. Пока что пистолеты. Тусовка под бей. Здесь два игрока. Кстати, очень интересно, как они справятся. Потому что, по идее, их сил должно хватить. Но всякое бывает. Мэджиск. Выбивает бомбу, но все-таки разваливается. И это шанс, как минимум, на установку в исполнении команды НИП. Рез ставит, казалось бы, под Зайву. Но выходить Матье сам, конечно, не рискнет. В этой ситуации. Бролан. Важнейшая, важнейшая дуэль проиграна. Хотя наводился в голову, но Дюпри с калашом в руках. Рез один. Дигл в руках у этого. Господина, серьезно? Но нет, нет, нет. Ну, знаешь, наверное, из тех раундов, которые мы посмотрели, этот второй. Наиболее близкий. Мы видели один 5 в 2, который НИПы залили. А сейчас у них была первая бомба за все раунды. Соответственно, какой-то прогресс, какая-то тенденция к улучшению у них есть. Дай бог, там где-нибудь к 10 раунду НИПы, наконец, начнут выигрывать. А то и раньше, чему нет. 8 на 0. Ко второй половине первой половины мы увидим какие-то раунды. Но пока сухая, пока НИПы, ну не знаю, ну как-то что-то нет огонька в этой игре. Знаешь, вроде моменты удачные есть, типа разменялись, поставили стеками бомбу, нашли какие-то энтри туда-сюда. Но стержня пока нет. Да, и каких-то необычных раундов тоже. Вот я вчера себя ловил на мысли, когда они поиграли против Fnatic, что у них там есть какой-то дефолт. Они вроде там начинают нанчать во второй половине. Это особенно там прослеживалось в своей атаке. Но эти раунды им даже не дают особо сделать. То есть в Fnatic просто пушили здесь. Какой-то дефолт проходим по улице. Спотыкаемся, падаем на сайтах. Действительно чего-то интересного. Вот огонька, как ты говоришь, реально нет. Но есть огонек от Апекса. Вот такой вот поджимчик на седьмом раунде. Вот Дэна. Фраг по Бролану. И снова меня флешбетчат просто ко вчерашнюю матчу с Natic. Там были более такие парные поджимы, здесь точечные. Но суть не меняется. НИП оказывается к этому не готовы. Меня радует, что Апекс вообще не смущает, что там раза три из этих шести раундов именно его находили первым. Этот врыв с Мак-10, в пистолетки его забирали. Он все равно пушит, как бы у него все нормально. Ну, знаешь, он уже привык быть антрефрагом. То есть игроков такого уровня посадить в какой-то тильд на дистанции очень и очень тяжело. Идут пока что НИПы. На, здесь снова неудача. Как так, НИПы? Неужели вам снова не удалось выйти? Скудная раскидка. Флешек никаких нет. И это, отметим, выбор команды Ninja Sync Pijamas. Именно они выбрали карту Денюк против Виталити. И сейчас мы видим вот такую атаку. То есть, наверное, расчет здесь на то, что рано или поздно опорники на ошибутся. Или их там будет мало. И можно будет проходить. Но вот мы видим молик за дальней. Дым на мейн. И на этом все. Может, проблема как раз-таки именно в качестве раскидки. В недостаточном количестве этих гранат. Все-таки это был полноценный закуп. Фул девайсный. И команда НИП сделала один фраг уже при ситуации 1 в 5, по-моему, там оставался игрок. Это странно. Как минимум, вот это напоминает немного вчерашнюю игру, когда они взяли оверпасс и один раунд в атаке. Вот сейчас они берут нюк, и что-то снова атаки мы не наблюдаем на экранах. И что с этим делать, тоже большая загадка. Хотя ты пикаешь карту, ты должен быть готов. Тем более такую непростую для стороны атаки. Но ничего, это все лирика. Хампус, он что, молчит? Кэп. Он, наверное, уже все сказал. Я пока что открыл здесь чат Твича, нашу трансляцию. Кстати, привет, чатик. Привет всем, кто нас здесь смотрит. Очень рады и благодарны, что решили провести с нами этот вечер. Хотел посмотреть, на каком показателе прогнозы закрылись. А прогнозы, ну, оказывается, есть. Их можно сделать. И на Виталите, конечно, 13 миллионов баллов против 5 миллионов на НИП. На первую карту, как неожиданно. Но они еще есть. То есть вы еще можете это сделать. Ставьте на НИП, пока не поздно. Вот-вот они камбэк. Да, вот-вот. Со следующего раунда начнется камбэк. Но, я так понимаю, ребята очень внимательно слушали нашу лайв-студию. Там так уверенно все сказали, что 2-0, вперед Виталити. Ну и вот прогнозы это дело подтверждают. Я так понимаю, технический тайм-аут за его без наушников. И именно из-за этого Хампус и молчал. Потому что по правилам нельзя говорить. Звоник там решил массаж сделать. Такие правила строгие, но не очень. Говорить нельзя, массажировать подопечных можно. Хотя какой-то был, не помню, что мы смотрим. Может, прошлый РМР или прошлый мейджор, когда судьи прям говорили тренерам, не трогайте игроков, не надо с ними как-то коммуницировать. Потому что, опять-таки, невербально. Тоже можно передавать какую-то информацию. какой-нибудь азбукой Морзе по плечу, типа. Да-да, это на мажорке, как раз на стуле посадили там тренеров за командами. Это пассивная радость была на лицах тренерского штаба. Здесь такой микс у нас получается. Кулачки давать можно, но общаться нельзя. Вот Апекс показывает жесты своим тиммейтам. Видимо, не слышит он Сэйу. Ну, меня тут поправили, прогнозы уже закрыты. Это у меня просто плашка лаганула. Ну, по итогу 13 миллионов поставили на Виталити и 5 миллионов на НАП. Очень неожиданно. Просто открыл на секунду, сделал ставку и закрыл. Кстати, я знаю, что заметил. Ну, я сейчас все еще как бы в Польше сижу. И тут, оказывается, по законодательству нельзя делать ставки баллами. То есть на Твиче эта функция закрыта. Я просто могу проголосовать за кого-то, но у меня нет возможности поставить баллы. У меня вот, например, там 400 тысяч баллов есть на канале, но я не могу. Мне приходится включать VPN для того, чтобы эту ставку сделать на Твиче. Такой вот интересный факт. Не знаю, что вам делать с этой информацией, но... Ну, это, наверное, чтобы не приравнивали на каких-то виртуальных казиночах. Знаешь, типа там... Один злотый, один балл и погнал крутить, а потом говоришь, что там мы не на деньги играем, мы на баллы играем. Может быть. Да, да, вроде того. Ну что, дожидаемся. Зонику скучно. И как же... Я не знаю, сколько мы с тобой вот не прокомментировали таких матчей после затяжных пауз команды, которая летит в нули. Ну вот внезапно начинает собираться и... Дает какой-то мини-комбэк. Все-таки пяти, а то и шести раундов здесь вполне может хватить. Просто Матлопский недоволен. Дюпри, как всегда. В дюпрессии. Ну, вроде появились наушники на голове за EU. Значит, совсем скоро пауза будет снята. Сегодня как раз-таки у нас была похожая ситуация. Очень бодренько. По-моему, там Na'Vi начинали свою первую карту. Мультифнатик. А под датом сюда 10-3 был счет. А потом, опа-опа, камбэк-камбэк. И Эншит отправился в актив на Дик. Может быть и здесь. Вот бодренький старт от Виталити, а потом все-таки камбэк. Хотелось бы верить. Особенно тем людям, которые 5 миллионов баллов поставили на НИП. Но, как всегда, победит сильнейший. Еще из интересного Авика нет. Я даже не помню, был ли он у Виталити. Скал точно помню. Вот Авика как-то нет. Сейчас у Заеву калаш, раскидка и резкий, очень резкий заход от Реза на Сикреты. По-моему, Заеву это все прекрасно слышал. Будет ли перестроение? Сейчас увидим вот игрока номер 6. Апекс, ну так, почекивает. Но ему нужно из-за рампу вот все-таки отвечать. Не, никто не перестроился. Апекс. Но он думает, что к нему сейчас зайдут в Б. И вот этот момент несколько паранойит. Камбус уже на окнах. Апекс. Очень просто погибает. Возможно, кстати, Заеву не слышал про бежку. Реза. Это тоже возможно. Но 5-4 не получает андрифраг. Да, вот она та самая техническая пауза, после которой начинает включаться отстающий коллектив. На базе бы никого. Я так понимаю, Виталити вообще тут решили АФК, так сказать, провести текущий раунд. С кого они там ищут? Леркера. А леркера-то и нет. С Пинкс и Заеву. Видимо, где-то там за мейном, снизу под цистерны, думали, кто-то сидит. Очень хитрый. Но, по факту, вообще там было пусто. Команда НИП зашла в пустой плент. И все нехорошо в этом раунде. Интересно, конечно, получается. Апекс знал, ну, судя по его движениям, что секретка прошла и прошла быстро, потому что раз вообще не стеснялся. Он просто бежал, но почему-то не проверил стекла. Жаль, мы не можем у Апекса спросить об этом моменте. Но, как вроде как мы и предполагали НИПы, после этой затяжной паузы раунд взяли, очень строго вырубили Дюпри на девятке. Е-е-е, первый раунд. Первый раунд, Лопски начинает улыбаться. Это хорошо, добрый знак. Сдержанная, сдержанная радость на лице. Лопски, интересно, немного подулыбнулся. Жестко вырыбил Дюпри, не понимает Расмусен, что это такое ему прилетело в голову. И что, пауза сразу от Зоника? Не хочет он, чтобы НИПы продолжали обузить Б-базу. Ну, или, может, какая-то интересная история, потому что такая у него же стекуляция прям поэтическая. Да, Виталити первый тайм-аут свой потратили. У Зайва появляется АВП. Интересно, где он попытается найти entry kill. Ну, и пока НИПы, конечно, его не используют. А, тут какой-то вылет, я так понимаю. Апекс в команде НИП. Да, нам даже музыку поменяли, чтобы мы знали, что это технический тайм-аут. Вы пока в чате рассказываете, как у вас дела, за кого вообще пришли поболеть, как у ESL Pro League. Месяц она будет идти практически. Ну, теперь уже чуть меньше. Понедельник и вторник выходной. А так пять дней, начиная со среды топового Counter-Strike вместе с Мейнкастом. Сразу после ESL Pro League начинается РМР. Ну, я скажу откровенно, для меня, конечно, турнир не менее будет интересен, как минимум. Куча интересных таких команд, которых, может быть, мы не ожидали увидеть. И все это тоже на каналах Мейнкаста будет. На много такой вот, можно сказать, марафон у нас с КСом. Много интересных каточек. Причем и в Pro League, и на РМРах. Есть команды, так сказать, из второго эшелона, которые могут заявить о себе. Вот те же Endpoint, допустим, в этой группе. Может быть, еще кого-нибудь обыграют. У нас же, наконец-то, заканчивается пауза. Девятый раунд. Карта Nuke. Напоминаем выбор команды NAP. Второй день ESL Pro League. Дальше смотрим с вами Vertigo. И вот тут торчат ножки у Хампуса. Что весьма странно. Хотя план был в том, что сработает флешка. И Мэджиска она частично ослепила. Но не сильно. Понимал Мэджиску, что ему нужно фокусить. А все получилось более чем хорошо. Там же на Сикрете Зайву нашел свой второй килл. Лобский, правда, нашел размен на гараже. Это какой-то плюс для НИП. Конечно, несерьезное утешение. Но что делает Апекс? Он поджимает лобби. Собирает инфу. Эстек пока что фокусит мейн. Тюпри. Ну, нет никаких контактов. НИПы ждут. А времени не так-то много. Какое-то решение надо принимать. Ну, нормально. 35. Сейчас Броллан как раз-таки по нулю даст расклады. И, наверное, в сторону вентиляции будет двигаться. Все-таки бомба в секретке. СТЭК подогрел коктейлем. Падает в итоге Апекс. Неудачный тайминг. Он выбирает для своего поджима. И очень интересно, как бомба. Что, на вентиляцию пойдет? А, на Б, на Б. Так, а здесь Зайву на вилке. 13-12 секунд. Промахивается Матье редко. Знает, где второй. И понимает, что из короткого тоже противники выходили. 6-5-4. Молотов. И Броллан все-таки Зайву урабатывает. Понимал, кстати, Матейс, что дай он фраг сейчас, даже сидя в молике. И это, скорее всего, будет ГГ победа в раунде. Но атаку НИП сейчас большинство по шансам. Они впереди. Броллан ждет вент. Вент ждет Броллана. Но сидеть с пинг слишком долго позволить себе не может. Выпад. Как он это делает? Броллан пошел на очень опасное сближение. Изи ТЭК один против двоих. Он уходит на клипы. Это, кстати, плюс шансы. Не добил. Просто не хватило одного попадания. Важнейшие дуэли, кстати, уже не в первый раз проигрывают НИП. Была у них похожая ситуация, когда выиграет эту перестрелку один на один. И все. И раунд отправляется к вам в карман. Но раз ошибка, как-то не сиделось там Людвигу, видимо, в дверях. Решил пойти вперед. Умер. И банально не хватило одного патрона из ТЭК. Вот у Спинкс. Наверное, удивился изрядно, что прям под вентиляцией был соперник. И Дюпри на 15 хп выживает. Да, по логике Броллана это сближение не нужно было, если так подумать. Возможно. А по его логике, если из винтов к этому таймингу никто не вышел, то там уже противника бы и не было. А значит, возможно, противник спускается с Сикрета. И тогда можно будет на преимущественной позиции его поймать. Что-то в таком духе. Чисто предположение. Но этого не было. Друзья, 8-1. Что тут можно сказать, что добавить? Спинкс статистика 11 на 3. Последний бай у... Ладно, не, не последний бай у Нипов. Тут обнил их экономику с бомбами. Служба у них все хорошо. Опять раскидка улицы. Заяву. Пошел в агрессию. Мэджиск прострелил, но немножечко не точно. Не повезло. Смоки набить. А здесь, я так понимаю, через ангар вообще действуют Нипы. Я думал, они в сторону Сикрета пойдут. Мэджис контролирует. Они, по-моему, про него так догадываются, что по ним там из-под девятки стреляли. Но не до конца. Пошли проверять Апекса. Вроде бы это чуть ли не единственный игрок, да, у которого по статистике, да и вообще игра идет не слишком хорошо. Но нет, они проверили лишь его наличие на радио и вернулись обратно на лобби. А Мэджис также у нас играет под Хевеном, на Хевене. Понимает, что в тайминг противники уже могли бы сюда пройти. Обновляет дым на двери. Но, возможно, кстати, как раз вот это тайминговое окно позволит противникам сблизиться с ним. Здесь сразу двое. Раз. И размена снизу нет. 28 секунд. Он будет Апекса забирать. Я думал, он подставляется под девятку. Да нет, это снова мертвый раунд. 20 секунд сидим в лобе с бомбой. Мэджис все еще живет в этой девятке. Сфинкс погибает, но 15 секунд на таймере. Дюбри на короночке. Ну да, тут, конечно, закрыто. Что-то вроде и улицу прошли. Уже под девяткой были на и пин. Но вот скомпилировать все это в выход не получилось. Да, снова я вижу, что остаются у Виталити гранаты на прием. То есть Мэджиск успевает, ну или Мэджиск или кто-то еще, отбросить этот молотов, который очень сильно мешает НИПам. Есть явный прогресс с предыдущей подобной попытки, потому что НИПы уже смотрели на восьмерку, где противник действительно сидел. Но из-за того, что первый его не перестрелял, первый фокусящий, а второй открывался через молотов. Ну вот, вы видите, да, что происходит у Дюбри. И все было очень спокойно. А вариантов из-за позднего тайминга ожидать, пока этот молотов дыгорит, тоже не было. И как-то все играюче просто у нас здесь происходит. Что-то зоник... Слушай, сколько я не смотрю матча Виталити в последнее время всегда зоник что-то Дюбри, ну так по виду, предъявляет. Ну, Дюбри что-то пишет. В чат 9-1. И, Федор, минутка мне нужна будет, чтобы перезайти. Да, да, давай. Будем тебя ждать здесь. Ну, у нас же попытка проснуться от команды NAP, пока у нас абсолютно холодные ребята на этом нюке. Причем, если вы обратили внимание на повтор, былайн папу Мэджиску в девятке и рез выпрыгивал уже от безысходности. По этой лестнице понимая, что его убьют, но раунд заканчивается. И в итоге Мэджиск из девятки оформил дабл. По фрагам мы видим довольно ровненько 10-10. Это за его Мэджиск. 11. Спинкс. Упоминали уже неоднократно, что это стопроцентное усиление состава. Ну, и Дюпли 9 на 3, только лишь Апекс с четырьмя фрагами. Ну, и на самом деле, на месте НИП надо ходить на рампу. Ну, не выдумывать, не изобретать велосипед. Идите, убивайте Апекса. Потому что пошли на улицу, получили в дым. Куда это годится. Вообще, кстати, да, еще в прошлом раунде, я думаю, о, пошли на Апекса. В принципе, решение выглядит неплохим. Но нет, они развернулись, решили более сложный такой многоуровневый раунд. Через улицу разыгрывать ничего не получилось. Реса за таймингу уже был вынужден вообще туда идти. Еще и промахивается ИзиТек. Статистика и так у него не блещет. 1 на 8. И это, кстати, тот килл, который мог бы его положение спасти. Из девятки уже никто не выйдет. Ну, наконец-то, Бролон вычисляет у нас Дэна. Но перестрелка не так пошла, как сам Людвиг рассчитывал. А в этот, кстати, момент поджимается будка вдвоих. Бролон забирает одного из них, второго не ждал. Годится такой размен для Виталити. Какие варианты сейчас есть у НИП? Ну, найти кого-то под Хевеном или на Рампе. Ага, удачи. Ну, это снова заход под девятку за 30 секунд до конца раунда. Мы видели то же самое в предыдущем эпизоде. И все закончилось примерно так же. Мэджиск в девятке живет. Вот сейчас Плопский его убил. Ну, какой толк, 19 секунд куда-то на А, на Б побежал. Просто на удачу, на самом деле. Ему повезло. На А никого нет. О, это может быть клач, за который болельщики не будут еще долго благодарить Плопский. Зайва пока сидит в мэйне. Угол у него относительно безопасный. Виталити принимает хорошее решение играть вместе. То есть открываться из одной позиции. Зайва вообще из-за этого дыма не парится. Под парочку флешек он вываливается. Вместе даже с тиммейтом, по-моему. Да, я что-то Апекса не вижу. Он на девятку пошел. Не, он в лобе. Да. Да, обходить, обходить пошел. Ну и Плопский вынужден будет разрываться на две позиции. Не перевелся, ну точнее перевелся. Но просто в дверь зажал. У Апекса еще очень много хп на самом-то деле оставалось. Очень грамотный клатч 2 в 1 от Виталити. Да, действительно грамотный. Зайву раскидывал гранаты, отвлекая все внимание последнего Плопски на себя. Пока Апекс спокойно промутился через лобби. Надо, конечно, отметить, что у Плопски был вариант перевестись. И тогда, может быть, он даже вытащил бы клатч. Но вот здесь Апекс ушел обратно. Зайву пришел. Все получилось очень более чем достойно. 10-1. Это уже похоже на такой горизонт событий в рамках первой карты. Еще чуть-чуть и назад дороги не будет. Но, опять же, НИПы могут закупаться каждый раунд. И это было тоже... Хотя, я не знаю, Федор, ты бы сказал, что это близкий раунд? Ну, такой на рандоме близкий. Ну, GGBet говорит, все, заворачивайте ню. Коэффициент 10.75 на победу NAP. В камбэк не верят. Ну и 1.04 на Виталити. Не забывайте про турнир ставок на сайте GGBet. Обязательно заходите и участвуйте. Еще один флэшбэк со вчерашнего матча. Вчера нам дважды выводили вот эти вторые коэффициенты. И на НИП давали, там, знаешь, 9.98. 10.04. Сейчас вообще дают 10.75. Как так? Нипы, что с вами такое происходит? Но вы можете, если поверите в НИПчиков, такие вот кэффы поймать. Пока Зайву проходят на рампе. Он, в общем, не особо против, не особо сопротивляется. Просто уходит в ПДБ. Ну и что делать дальше, Нипам? Одна важная точка занята. Пошли давить Мэджиска. Он делает вид, что уходит. Но сейчас никто не справляется. Падает Апекс. И, наконец, неужели второй раунд? Или, может быть, нет? Идут на Хэвент. Здесь Зайву. Он из винтов вышел. 3 в 3. Вообще, 3 человека девятку встречал у команды Виталити. Ну и, на самом-то деле, довольно патовая ситуация. Нужно как-то играть от Хампуса. Он палит свою позицию. Двойка в девятке. А Спинксон даже не двигался. Он просто дальше сидит в плейнтеде. При ошибке техническая. И Зайву последний. Как их Зайву накошмарил, конечно. Но теперь-то прекрасно известно, где он играет. Скорее всего, после своего килла, с точки зрения НИП, он сместился на Б. Значит, сейчас он будет идти на девятку. Зайву ждет радио. И добивает один в один. Хампус такой шанс подарил. Неужели он думал, что Зайву пойдет через Сикрет? Что там есть? И ты. И флешка. У Матье. У Резу 65 хп. Теперь Зайву прекрасно известно, где противник. Фейк. И немного не хватило Зайву урона 21 хп у Реза. Это однозначно НТшка, которую НИПы отчаянно пытались ему подарить. Но все-таки второй раунд за НИПами. Вот так, на волоске от провала находилась команда NAP. И вот этот раунд 4 девятка. Почему-то продолжают пытаться играть NAP. Дважды их наказали. Сейчас получилось. Но Зайву, конечно, разыграл царских. А, пускай далага такой уже. Не, я назад пойду в лобби. Умер. Этот выходит, уже рука дрожит, но затащил. Есть, есть, Бролан, говорит. Давайте, мужики, вперед. Хампуса здесь можно понять, потому что бомба стояла под девятку. И было бы чертовски приятно для капитана НИП занять как раз эту точку. Для того, чтобы нормально фокусить. Дюпри, он, наверное, сейчас сидит и осознает просто, впитывает степень важности своего килла, который он не дал. Но фраг был сложный. То есть надо было в голову стрелять, такое залетает не всегда. Второй раунд. И так, с горем пополам до 4, до 5 можно и доиграть. Экспериментальные, конечно, раунды от НИПов, но что-то получается, что-то работает. Хотя Зайву, он, знаешь, удивил и меня, и, наверное, противников. Потому что они реально выходят из девятки, как ты сказал, а их принимают 3 чувака. Причем Зайву дал свой килл и ушел на Б сразу после этого, понимая, что НИПТО с девятки тоже могут на Б сейчас уйти через рампу. То есть он уже, как бы, думал на шаг вперед, что может произойти дальше. Чистые шахматы. А Зайву разыграл образцово, но немного не хватило дэмэджа в этом пистолете. Такое бывает, кстати, обратите внимание, что у нас 2 раунда и 2 паузы сразу после этих раундов. Очень грамотный мув уже от Зоника. Ну и, кстати, по инфе Мэджиска поджимается рампа. Он там видел авик, понимает, что это проход по улице. И здесь или один, или вообще никого. Бролан успел уйти в лобби под безопасный угол. А что у нас происходит под БМ? Здесь сидит Спинкс. Апекс может стать очередным эндрифрагом. Их, здесь реагировал Бролан. Что по Спинксу? Он с тридцаткой играет. Значит, такая ситуация. Может, Месут и не дал бы 2 кила. А может, и дал бы. Но Спинкс их по-любому дает. Это уже 2 в 4. Был виден Вен. Но Депреет сюда ушел, потому что небезопасно для него это было. Воу, воу. Плопский такие префоны умеет давать с авика. Знаешь, может, разницы нет. Может, попробовать Плопский на авик посадить. Там поспорить. Очередной раунд. Зачем искать авик? Будем просто 2 года всем подряд давать авик. Что-то покупать, продавать игроков, менять. Правильно. Зачем искать мейн АВП? Будем вот так вот действовать. Я думаю, можно Аллу позвать, и нормально будет. Ну, он играл когда-то за АНАП. Правда, с другим составом успел, успел. Я думаю, для него это проблемы не будет. 11 раунд пока что для Виталити. Все складывается более чем хорошо. Спинкс, кстати, говорил, что для него это суперсложное решение было. Ну, типа, переходить или нет. И принял он его, исходя из возможности игры вместе за его в команде. Такие дела. И сейчас мы видим, эта связочка работает отлично. Ребята нашли друг друга. Кстати, что интересно, Хампус, комментирую это, сказал, что... Ну, он не уверен, принял бы такое решение на месте Спинкса или нет. Ну, потому что ты Вэнс, ты уходишь там из топ-3, топ-4 команды мира. Но без титулов, к сожалению. Ну, без серьезных каких-то тир-1. В Виталите все-таки такой потенциал есть. За его. Пока что простой энтри на улице. 5 в 4. Ну, и, в принципе, Энс нашли довольно-таки достойную замену. Ну, на самом деле, я думаю, ударит по ним это, но не слишком сильно. За его тем временем, вот, только-только мы о нем говорили, делает свой 16-й фраг из-под девятки. Апекс дает тут разменчик. Но, я думаю, даже одного фрага здесь более чем достаточно. Ролан, давай, давай, нет. Не будет этого. Ну, какие-то вот холодные. Упоминал я до этого термин. Не пыть. Что-то как-то... Причем они на Бласте сыграли 6 матчей. Я смотрю, 6 матчей, и они прошли группы. Приезжают на Мальту что-нибудь, перегрелись на пляже. Куда команда делает? Ну, опять же, Бласт — это первый турнир, знаешь, после перерыва. Некоторые противники, может, там холодные, а ты, наоборот, такой горячий. И можешь, скажем так, не на оптимальном уровне соперника вывозить... Тут все уже вроде бы пришли в форму. Мне нравится, знаешь, сообщения сейчас-то, люди такие, зачем пикать нюх с такой атакой? Но ведь команда, когда пикает карту, она же думает, что у нее атака хорошая. А потом уже, сталкиваясь с жестокой реальностью, понимает, ах, надо было брать... Что там? Мираж. О, Мираж у Виталити в последнее время плохо. Для дот на Мираже, может, и показали бы. Чего стоит их-то сайт? Ну, а ты же до матча думаешь, о, нормально у нас все, на праках получалось. Ну, была одна официалка после Плеерс Брейка, обыграли команду Ивил Джинниус. Они же со счетом 16-7. Ну, и, кстати, вот он, раунд. Только я отвлекся, а тут решили не пей-раунд выиграть под занавес половины. Есть хороший размен в направлении улицы. Правда, вот тут главное не умереть из тэг. Отлично, трипл килл. Ля, половину фрагов своих сделал в этом раунде. Ай, ну, может быть, сейчас еще и утроится. Идет пока Спинкс на Б. Вент он должен чекать. А, ну, в принципе, в винте никого и не будет. Бролан просто сидит. Спинкс здесь тоже начинает натопывать. Возможно, Бролан... Я, кстати, не знаю, слышал его, Бролан или нет. Но не важно. Спинкс сейчас на аутсайде. Бомба установлена. Спинкс идет фокусить Хевен. А, фраг не дает. То есть он читал, где будет противник, но теперь клач. Надо сказать, не живой. Ну, удачи, чудеваться некуда. Он улыбается, сидит. Посмотри на камеру. Все нормально. Ему, наверное, кто-то что-то сказал. Ну, какая-то шутка. Ты сейчас выиграешь. Он такой, да, да, конечно. Доберемся. Молик. Ну, это сейв. Это сейв в пятнадцатом. Посмотрите на это лицо, которое сейвит. Надо, надо, надо пойти постреляться хотя бы ради приличия. Друзья, счет 12-3 первой половины. И это блестящая работа от Виталити. Хотя что у них с атакой мы тоже пока что не знаем. Что мы точно знаем, к нашему огромному сожалению, продолжается война, которую развязала Российская Федерация против суверенного государства Украины. Майнкасс совместно с сервисом Донателло собирает средства на помощь сбройным силам. Украины и мирным жителям, которые пострадали в результате этого нападения. Баннер внизу по трансляции приведет вас прямиком на сайт Донателло, где вы сможете сумму любую, которую захотите, отправить на помощь мирным жителям и сбройным силам Украины. Спасибо всем небезучастным. Мы уходим на перерыв. Вернемся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мы возвращаемся, дамы и господа. Третий Best of 3 на сегодня. Очень громкая вывеска NIP Vitality, но не очень сочный результат. По крайней мере, в первой половине вновь НИПы показывают не лучший КС. Это правда. Хотя я сейчас смотрю на статистику, и Бролан подтвердил свой статус наиболее рейтингового игрока, по мнению наших друзей с сайта ColorGG. 11 на 13, он идет на первом месте в своем коллективе, но за его идет 16 на 4. Спин 16 на 8. Наконец-то эти двое встретили друг друга. Дай бог, чтобы, конечно, Vitality с ними добивались новых высот. Но сейчас высота должна быть одна, а именно окончание в свою пользу карты Denuk. Желательно так, чтобы у NIP не было возможности даже почувствовать этот confidence. Потому что если сейчас NIP выиграют пистолет, вот эти все оружейные доиграют до 12-12, они хотя бы поймут, что Vitality можно сейчас выигрывать и начнут быть уверенными в своих силах. А так вот закрыть как-то 16-3, так чтобы ко второй карте не проснулись. Это для Vitality была бы идеальная сделка. Ну, сейчас все в руках Плопского, он замечает как раз-таки минимум одного игрока на улице. Под раскидку выходит Vitality инфа, что там 4, а то и вообще все пятеро соперников есть. У команды NIP. Бролан, береточки. Так, интересная позиция. Хампус уже, кстати, красный. Бролан вылезть чисто прочекать, как там дела. С билетками на дистанции, красава. А он не прыгнул случайно? Что-то мне так показалось, что он прыгнул. Из-за этого у него вообще ничего не пошло. За его по нему все равно попал. Ну, неважно, заход будет на... Здесь два игрока. Apex уже начинает накалять. Здесь обстановка, выходит и девятка. Все. NIP просто ливают значки, потому что защищать их. А как они поменялись? Почему там 4 человека в дверях у NIP? Ну, они занырнули в будку. Еще двое, получается, там и были. Но они решили, что все. Они ничего не сделают сайтом. Лучше попытаться выбить. Ну, удачи вам, NIP. Давайте. Выбивание жизни. На вторую карту отправляется совсем скоро, NIP. Такое, ну, это выбивание жизни. И, да, такое вот выбивание оно закончилось. Закрыто показывает Apex. Жестами. Ну, походу, так оно и есть. Зоне хлопает в ладоши. Что-то не сидится, Бролон. Вот я вспоминаю раунд 2 в 2, когда они оставались. Там на баун что-то полез под вентиляцию и умер от спинкса. И вот здесь сидит с беретками, все же хорошо. Ну, сиди на контакте, жди пацанов. Нет, вылез прочекать, умер. Они развернулись, пришли на А, а у тебя тиммейты в лобби вчетвером. Знаешь, в целом я замечал это еще и к прошлому сезону. Мне кажется, во-первых, что рейтинг Бролона... Минус 16, но зеленый, знаешь, такой. Отрицательный рост показывает. А что это у Заеву 9,2? Был же десятка вроде. То есть был десятка на старт карты Данюк. Сейчас у нас Заеву идет. Где его статистика? 19 на 4. И сайт Кавер Джи Джи снял с него рейтинг? Да, но он тогда был за счетом 7,0. Я так понимаю, когда ты ни разу не умираешь, у тебя десятка. Вот ты чуть-чуть там умер, уже какое-то КД пошло, уже 9 с чем-то. Ну ты Заеву, ну ты плох. Не надо было тебе умирать. Но, конечно, все отлично. Так вот, по поводу Бролона, мне кажется, он слишком хочет перенести пользу команде. Хорошо, Кэп передает привет Кэпу. И это над ним как бы давлеет. Я все еще про Бролона. И он слишком суетится. Он хочет перенести пользу, у него не получается. Он пытается снова, все активнее. И его на этом душит. Все-таки дисциплина тоже иногда игроков, особенно молодых, подводит. Ну вот тут, знаешь, такая палка о двух концах. То есть это он в тиммейтах так не уверен, что если, типа, он сейчас не затащит, то там пацаны сольют. Или это он, ну, хочет так включиться сам. Ну как, его взяли в команду. Это NAP, легендарный тэг. Он понимает, что его брали как старплеера, как звездного игрока. Наверное, тут он не столько о тиммейтах думает, сколько, ну, просто о себе. Вот, например. Ну, о себе в хорошем смысле. Второй килл от него. И это может быть Форс, который Непы сейчас вполне выиграют. Как это будет разруливать Дюпри и Спинкс? А, Дюпри не чекает. Ну, такое сложно было, кстати, проверить. В окошке. Ну и Спинкс. Раз. Все, уже тайминг потерян. Второго все равно забрал на развороте. Но слишком много противников было на карте. Так что есть. Есть все-таки порох в пороховницах. Не пойберут четвертый раунд. Забирают этот Форс. У них есть поводы порадоваться, потому что до этого момента поводов реально было мало. Ну, нормально, нормально. Обратите внимание на этот Флопский. Он просто весь в записях. Да, всю бухгалтерию за все годы им принес с собой, разложил. Ну, нормально. В этом раунде помогло. Вот такую непредсказуемую позицию именно он занимает. Дюбри с спиной выпрыгивал. Строгий хампус, кулачки. Ну, вроде так. Не в унынии, не пы. Просто рабочая атмосфера. Насколько я знаю, шахматисты во время партий записывают как бы ходы свои, ходы соперника. Может быть, у Флопска какая-то фишка такая есть. И к концу карты, например, у него уже все это исписано. И потом он это каким-то образом анализирует. Но, может быть, и нет. Правду мы узнаем только, когда у Флопски спросим. Дюбри без армора. Покупал он коллаж для своего тиммейта. Не скажу точно для кого. Ну, раскидывается улица, но раскидывается фейком. Сами Виталити будут, наверное, прямолинейно заходить на точку. Бролан пробрасывает КАЕшку и возвращается на двери. За его все-таки пойдет по улице. Здесь мы видим вообще разворот на рампу. Рез, важнейшая позиция. Пострелял Истег, будучи в полублайнде. Хоронит одного в виде второго, третьего. Отличная работа от Истега. Рез, хампус. Ну, это конечное для Виталити. Да, пошли они все-таки на рампу. К чему непы оказались готовы. Прекрасно знает, что Апекс сидит здесь за оранжевым. И Дэм пытается флешкой раз убить Апекса. Идет под нее хампус. Все хорошо, все получается. За его один в четыре. Ну, не знаю. Высчитай проценты, Федор. Сколько шансов у Заевы на победу. Сколько шансов, что он еще пойдет. Раунд, наверное, с девичью будет просто. Даже попытки мы не увидим. На самом деле, раунд, конечно, выиграл Истег. Потому что пытались там флешками забросать эту хелпу под девяткой. И он вроде бы даже немного ослеп. Но, тем не менее, дал минус. Раздамажил второго. Вышел, еще двоих увидел. И сделал второй минус. И это позволило тому же Резу не особо торопиться с рампы. Как-то он там что-то прыгал туда-сюда. Но в итоге Истег все сделал красиво. Пришел хампус также под девятку, кстати. Ну и вот он раунд для NAP. Под номером пять. И это минус деньги. И это шестой. И где-то подобраться можно. Смотри за его осторожнее. Так к концу катки рейтинг ниже пятерки упадет, может быть. Если продолжаться в такой тенденции будет матч. Кулачки. Все хорошо. Едем дальше. Фуллбай. Полный пакет. Еще и три калаша. По идее у них все есть, чтобы хорошо выступать здесь за сторону защиты. А там может и Витальти начнут сомневаться. Мне даже стало интересно, а что же было по сторонам предыдущих нюках. Потому что, как мы и подмечали, три последних они проиграли. В атаке у Виталия тебя вижу. Ну, четыре раунда против Джетони начинали за Т-сайт. То есть, в принципе, в рамках дефолта есть что показывать. Только один из них был пистолетный и три оружейных. Выигрываться они могут. Ну, следующий раунд будет показательным. Если Виталити там выйдут на 14-15, как можно раньше, тогда, я думаю, закроют. 16-12 в худшем случае. Но если они и следующий раунд проиграют без бомбы, то уже, знаешь, без 14-15, возможно, НИПы смогут подобраться поближе. Пока у нас раунд с одним калашом. За его может раздобыть второй девайс. Сюда, сюда, говорит. Молодцы. Третий на базочку. Нет, не убил. А тут Бролан-то не убил. Как широко он выпал. Как хорошо, что третьим номером здесь на улице оказался Рес. Нормора ни у кого нет. Из оставшихся игроков Виталити. Следовательно, конечно, шансиков немного больше. НИПов. Рес, а что ты повернулся спиной? И вот что-то девятка напаранойла. А, тут вот я остаюсь. Они до девайса уже не дошли. Один в один. В принципе. Если Дюпри попадет... А там Мэджи умирал вроде с девайсом где-то. А, да-да-да. Чикс. Ну, царюня. Три фрага. Спас, получается, НИП от неминуемого позора. Это важно. Зарядил команду за Иву. Но он скорее рад, наверное, такому повороту. Потому что ты берешь один против такой защиты, когда они теряют на Эко. И защита нет денег. И, по сути, это минус карта. Так что критически важно для НИП как раз-таки следующий раунд забирать. И, опять-таки, желательно не терять игроков. И не давать бомбу ставить. В общем, слишком много переменных появляется после такой... После такого провала на антиэкономическом раунде. 13-6. Кампуса уже пробросили на минус 45. Вот уходят винты. Думаю, что это может быть попытка от Виталити промутиться туда. Ну, или вдвоем, втроем. Или одного кого-то пустить. Так что решение-то не худшее. Ну, довольно интересно, что, несмотря на довольно... Скудную экономику НИПы еще и на 2 АВП. Раскошелились. Ну, в принципе, делают такой вот ол-ин. В этом раунде или пан, или пропал. Хампус замещает двоих. Уже стэк. Уйти. Да, уходит. Хампус. Отличная комбинация. Все работает на рампе. Рез. Ну, для него этот промах не критичен. Потери из и тега тоже пока не будет очень дорого для НИП стоить. Минута времени. Дюбри и спинкс. Вовы ем. Ну, а вот куда идти, это тоже вопрос. Они точно знают на Б1, а может быть и двое игроков. Кто-то может поджимать из-под спины или уже быть в лобе. Кто-то может тусоваться на девятке или под ней. В общем, рампа. Это хорошо, если вы в большинстве. Ну, а если нет, куда-то все-таки идти нужно. Пошли, Виталити, вычислять противников под Б. Есть смачок. Залетает с правой вилки. А, ну и тут же Молотов в ответ. Вообще, по-моему, пока вариантов нет у Виталити, кроме того же сейва. Ну да, выпрыгивает на авик. Желания не возникает у игроков команды Виталити. 20 секунд до окончания этого раунда. Ну и НИП наконец-то, наконец-то показывает нам вообще, почему мы смотрим нюк. Зачем они эту карту пикали. Для защиты? Ну, как минимум. Как минимум хорошая защита, но хотелось бы и в атаке меньше 5 раундов набирать. Ну, если уже провалились, то показывать образцовый диффенс. Пока диффенс реально образцовый. Если отбросить этот эко-раунд, который мы опять можем списать на фактор заеву и все прочее, то, да, выглядит он именно на оружейных, на таких... ...картинных раундах, как по учебнику. Действительно, конкурентоспособным. Вот и пауза от Виталити вторую они используют. Нужно раскинуть карты второго и подумать, что можно сделать и с этой экономикой, с этим авиком от Спинкса. Может быть, закупиться стальным? Ну нет, вряд ли это будут Виталити делать. В общем, непростое решение. Федор, что бы сделал ты? Тут 2К, но это... А, не фулл. Они фуллбай делают. Ну, в принципе, ну, авик. Авик, наверное, склоняет их. Это идея. За его мы видим без армора остается. У нас снайперская винтовка есть. 2 Дигла, 2 Калаша. Плюс какие-то там гранаты. Это будет нашифрованный раунд. Может, просто по улице пробегут. А может, сделают акцент на зайву. Попытаются его отправить там на какую-нибудь рамку. Зайву. Но пока... КД у него уже 3 ровно. Рейтинг понижается. И еще... Расстреливают его. Хампус идит под скалой. Все внимание Зайву было направлено на гараж. И с ним он не справляется. Здесь же Хампус снова задушил Апекса. Это было во втором раунде, который не выиграли. На своем форсе это случается и сейчас. Трудно. Трудно. И еще что хотелось бы сказать. НИП предпринимают то, что Виталити не делали. Если честно, я не помню от Виталити каких-то глубоких поджимов на улицу. Чего-то такого. А здесь прям инста. То есть один подальше стоит на гараже. Вот второй Хампус идит под скалой и делает свою работу. 5 против 3. Не просто Виталити. Виталити на рампе поджимали. Там Апекс позволял себе свободно перемещаться. А вот улица действительно игралась довольно закрыто. Мэджис там из-под девятки в девятки. Как-то так действовал. В этом раунде меня немного смущало, что Апекс даже не пытался из подобранного Авика пострелять. То есть он вообще до конца с деглом там бегал. Как-то не верит. В смысле? В Скин. Мэджис верит. В свою пока стрельбу забирает рампу. Ну, кстати, Апекса с Авиком я особо и не помню. Реально, есть игроки, которые, ну, не уверены в своей способности отыгрывать с палкой. Так что, может, это и окей. Спинкс пока лезет на Хэвен. И надеется, что кто-то зазевавшийся здесь будет. Но в большинстве не. И, конечно, будет Хэвен под контролем держать. Залетает дым, отвлекает депри на себя внимание. Ну, а стега такая позиция, что ему, как бы, на мейн смотреть не надо особо. Мейн ему закрывают тиммейт. А вот сам Спинкс, конечно, не чекает. Очень редко. Под краном вообще эта позиция проверяется. Так что 8 и 9. Да, это начало камбэка. И происходит именно то, чего лично я опасался. НИП набирают... Ну, ладно, раунды сами по себе. Но они набирают с уверенностью перед следующей карты. Ну, может, и здесь получится. Я же говорю, что пока нет даже 15-го раунда. То есть могут раз ошибиться. Могут два раза ошибиться НИП и только после этого выходить на допы. А может, и перевернут карту. Как знать. Дистанция все меньше и меньше между командами. Реально меньше. Сейчас ЭКО надо будет играть. Пока показывают нам повтор от Хампуса. 1800. При... В ноль закупается. Ну, ладно. Посмотрим. К чему это приведет? Зайву фокусит улицу. Думает, что... Ну, на самом деле, его позиция направлена на пробегающего в секрет игрока. Для того, чтобы быстро занять, игроки защиты могут пробегать туда через аутсайд. Здесь, как мы видим, этого не было. Будут подсаживать, значит, Зайву против рампы. Но и тут позиция у Реза довольно безопасная. Хорошо. Какой следующий этап поиска эндрифрага для Зайву? Ну, выбегать толпой. Рез постреляет, дропнется вниз. Такая вот игра. Отдал Молотов и пошел все-таки чекать Рез. Ну, кстати, АВИК там мог его наказать. Но там очень сложно. Над огнем в пиксель найти позицию. Этого не происходит. И Виталити, ну, в тактическом тупичке оказались. Их заготовка не реализуется никак. Так, как так? Придется теперь без особых гранат выходить на точку А. А может, и выходить не придется. Хампус уже готов дуэлиться. Спокойно наказывает Мэджиска. Все, не нравится Виталити этой идеи. 42-41 секунду. Побежали на рампу, здесь дым. Что-то ничего не клеится. Ладно, развеивается. Идет Зайву. Открытие. Ого! О, боже мой! Рез! Вот это было действительно на хайлайт. И прямо было видно, что второй он хочет сделать в таком же ключе, как сделал первый. Просто пофлексить. Да, очень здорово. Да под музыку, да в нарезочку на ХЛТВ пойдет данный эпизод. Ну и вот он еще один раунд. Как-то не получается у Виталити с этим Мавиком сейвленным, с Калашом. Вроде бы там поборолись, зацепили за улицу. Но вот на дистанции от одного-двух девайсов игра не идет у них. Сейчас пойдет от пяти. Конец. Экономику они выровняли. Но все равно даже здесь. Голил на руках. Решили во что бы то ни стало, что-то придумать с рампой. Здесь РСК 9 на 17. Вроде по стате игра не очень хорошо идет. Но опять это была атака. Сейчас все окей. Куда он стрелял? Может фактор отключения внимания, чтобы выполнить у Пре? Но сработало на размен. И на пустую рампу. Окей. Минимальная задача выполнена. Интересно, что Эстек даже не пытался из-под девятки еще искать фраги. Сразу ушел. Здесь же мы видим Хампус уже снизу. Брола неподалеку. Хампус ловит молотов за спину. Дает установить бомбу. А Дюфри похоронил Плопске. Что он прострел в дверь его убил? Или в стену? Не, не в дверь. В стену. Он походу в стену убил. Нам покажут, наверное... Он продолжил стрелять. Это было явно немного лишним. Но мне показалось... Смотри, видишь, сколько там пуль было? Он походу убил прострелом винты. В стену стреляя. Это четырехкратный мейджор виндер. Да-да-да. Он самый. Покажет по-любому повтор. Все, Эстегу надо уходить. Он, мне кажется, самый пешил от этого. Потому что такой работает раз в столетие. Немножечко обескураживающий получился раунд. То есть Виталити... Да, вот, но показываю тот самый прострел. Дефьюз киты за стеночкой. Эти дефьюз киты символизируют смерть. Игрока НИП. Они просто вышли рампу Б. Знаешь, такой вот классический раунд. И принимать их готовы были два игрока. Но не справились. Опа. Hello. CSGO. Это у нас 2. Он увидел ствол и налево перевелся. Но это вакейшн. Опа. 10 лет игрек, кстати, исполнилось в августе. Да минуточку. С днем рождения, CSGO. С днем рождения, любимое. Но это, наверное, одна из ситуаций, за которых мы CS любим и ненавидим. Ничего. Это часть игры. 14.9. И все еще... Все еще потенциал у них вернуться есть. Мы им этого, конечно же, желаем. Защита идет. Главное, не зацикливаться на предыдущем раунде. Он, он лукичный. Это все из-за М-ки с глушителем. Так было и было. А чего-то боятся Виталити. А они просто ждут Апекса, видимо, так долго. Аж в лобби не заходили. Тут Бролан. А тут Бролан сидит. Сюда, говорит Людвиг. Врезались. И при этом я не понял. Я не понял, что врезался. Ну, размен. Раз, два. Очень строго. Плопский сидит на будке. Он уже префал двери. Из дверей никто не вышел. Спин зафокусил. Плопский. 2 в 2. И оба игрока не псавиками находятся. У Зайва он тоже есть. Но перестрелять его, конечно, будет непросто. Ошибается Зайву достаточно редко. Что делать Виталити дальше? Можно немного подождать. Какой-то ошибки. Ага, ну здесь дым. Ууу, я думал, Зайва сейчас выстрелит. От него стоило бы такого ожидать. Интересный какой план. У Истега он все-таки в вентиляцию пойдет. Да, спускается вниз. И его тиммейт под девяткой. Решили вот так вот свои авики расставить. Ну, вентиляция. Такой довольно щекотливый момент. То есть ему нужно как-то успеть выпрыгнуть. Включить прицел. Рез. В виде двоих. Истег. Ну вот он момент. Чик вышел. Прицел. Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. АВП в вентилях. Знаешь, не так странен сам факт. Наличие там авика. Насколько странно, что он сработал все-таки. Потому что все внимание прикрывающего игрока было отвлечено на Хевен. А тут, знаете, из винтовый стег. Ну, когда-то Олаф Мейстер или Флюша. Кто-то из них говорил, что вы можете делать в КСе любую дурь. Но делайте это уверенно. И тогда у вас все получится. Главное уверенность. Здесь Истег действительно прям пестрил конфиденцем. 14.10. Бомбу не поставили. Но экономику наскребли. Коэффициенты от сайта GGB. 2.98. Настолько опустились у нас котировки. Хотя 10.75 давали на прошлом включении. 1.39 на Виталити. А сейчас кафе будет еще ниже. Хампус пикает дюбри. Это опять энтри. Это 2 энтри от капитана. А вы же спешите открывать баннер по плеерам трансляции. Я думаю, возможно, 2.5-2.3 все еще на камбэк. И вы можете поймать. Ну, главное, чтобы НИПы в итоге закамбэчили. А то ты так-то разрекламировал. Ну, все, сейчас 2.2. 100%. Ну, не прям 100%. Но поймать вы можете. Ну, согласись. Камбэк-то здесь, ну, доклевывается. Так, плюс-минус. Если посудить. Сложные раунды выигрывают. Сейчас вообще просто. Минус деньги у Виталити. 12-14. Допы, ну, в принципе, тоже своего рода победка. Почему нет? А доп уже другая игра. Потому что динамика здесь не очень хорошая. Для француза их хочу назвать. Но это уже скорее датчане. Ну, да. Если считать с тренером, так оно и есть. Виталити бы еще раунд на рампу повторить. Который у них так удачно зашел. А то во всем остальном их читают, перестреливают. Где-то везет, как вот Хампусы в этом раунде. В итоге 5 в 2. 25 секунд. Что пытаются выйти на Б. Шансы процентов 10, наверное. Ну, теперь. 3 процента на донос гомбы. 14-11. 14 секунд до конца было. Вот они, вот они НИПы. Вот он камбэк. Который мы тоже очень любим в Counter-Strike. Есть хорошие деньги у НИПов. У Виталити, разумеется, нет. Ну что, болельщики Виталити и те, кто залил на них 15-13 тысяч баллов, не тысяч миллионов. Я думаю, они уже начинают немного переживать и нервничать. Какой же это все-таки будет удар, если Виталити такое дадут. Ну, классический, кстати, раунд. Сейчас будет фаста. Отдается такое тоже частенько. Опа. Первый пошел. Бролан отвечает. Но этот размен все еще близкий. Плопский. Последний заплантом остается. Зайву погибает. И остается только Апекс. У команды Виталити по нему есть информация, судя по действиям Реза. Вот так вот. Начинали миллионерами наши пользователи чата. Карту закончить могут на нуле. Бездомными, так сказать. Но ладно, все. Еще в рамках безопасности у Виталити. Даже остается один тайм-аут после уже вписанного. Сейчас коронный раунд тоже будет. Я просто смотрю на эти теки, и очень много их отдается на нюки в последнее время. Да и вообще. Недавно разговаривал с игрок топа. По-моему, с топой мы комментировали РМР. И сошлись во мнении, что это просто статистика. То есть вот есть какой-то концепт, да, фаст теки на карте Денюк, на Апленд. И они будут отдаваться. Там в одном из десяти, в одном из пятнадцати случаев. Это просто есть. И как бы ты это ни контрил иногда, ну, просто не получается. Сейчас тоже было близко. В атаке остается надеяться, что это тот самый один из десяти раундов, который принесет вам победу. У нас же после паузы продолжается карта Нюк. Фулл закуп для Виталити. Защита по-прежнему работает через сетап двух АВП. Это снова тот же раунд. Это фаст раунд, только в этот раз без Энтри. Да, и без перспектив. Может быть, решили, что нащупали слабую точку? Ну, если там с тейками получилось дать Энтри в прошлом раунде. Сейчас у нас Галашин. Камон, вперед! Кампуса простреливают немного. И он огрызается в ответ. Спинкс из-за этого понял, что, скорее всего, попал. И продолжил это делать. Но, нет, возможности уже ушли от него. Так, Апекс, улица. Так, ладно, сложный килл. По нему еще и попадает, кстати, Апекс уже на отходе. Но не пока по шансам впереди. Ну так, по хпшке. Просели там, на прострелы словили стэк. Больше половины потерял на отходе. Но, в целом, все еще под контролем. Команды NAP, а вот Виталити без ключевых зон. Апексу бы хотелось, наверное, пройти дальше. Но он понимает, что против него на улице АВИК. И АВИК на рампе. Ну, а куда идти? На укрепленный аплент? Где три человека? Непонятно. А может, сейв, пацаны? Как вам такое предложение? Еще после этой хаешки, на самом-то деле... Я, конечно, не про игрок, не про капитан. Но, наверное, после вот этой хаешки я бы такой... Ну, блин. Можно было бы и попробовать. Хотя... Ну, какую-то, да, какую-то точку касания найти пытаются. Выходят на А. Тут Плопские, Бролан. Есть размен. Вроде бы, окей, за его один в три остается. Бреет Хампу за 14-13 секунд. Накидывает дымок. Я думал, будет фейковать, но нет. Ставит бомбу сразу. Каешка под него. И 60 хп стоит 16. Все равно падает эстэк. АРС у нас... АРС у нас не мобилен. Но он-то знал, что отыгрывает против красного. Так что решил катать с 5-7. 14-13. Но была бомба. Наверное, с флос-бонусом деньги тоже должны быть. Однако 3-13 у нас был счет. После первой половины. Начало второй. И сейчас мы видим 13-14. Это смех. Ну и смеется, конечно, Рез. Максимально доволен он своим исполнением. Пытались Виталити уже на факторе за его выход. Типа сейчас мы его выпустим. И один в три матьем раздаст. И он практически раздал, на самом деле. Но тут Рез не растерялся. Не стал там из Авика его выцеливать. Достал пистолет. И сделал красиво. Левый Хампус. Все нормально. 13-14. Но на самом деле еще рано радоваться. Не пам. Они все еще позади по счету. Это чистое. С одной стороны, знаешь, они позади по счету. Но они впереди по динамике однозначно. Потому что один взятый раунд на Виталити. Это ведь ничто. Все идет хорошо. Главное под конец. Не нафейлить. Хампус слишком долго сидел здесь же за этими дымами. Бролл он нашел Апекса. Хотя я даже не уверен, что Дэн стрелял. Какая-то дикая мясорубка начинается на карте. 4 в 4. Снег все еще ждет килл. Лоб скин. Пинг в дым. Он просто вышел в дым и убил. И ливнул обратно. Все. 4 в 3. Заставляет это Снега уходить обратно туда. Майджиск отчаянно простреливает путку. Неужели вот сейчас, когда победа и 14-14, раунд так близки? Не пэт дадут? Этот рубеж. Смотрим. Лобский еще под прострельщиком так встал. Красиво. Ну, ему в итоге АВП доверяют. СТЭК немного рискует. Интересно, что там в углу будет сидеть? Да, сидит, сидит в углу. Представьте на секунду, что я возьму, да и не проверят. Если это будет контактный проход, например. Закидываются гранаты на мейн. СТЭК. Чувствует свой звездный час. Выбивает бомбу. Делает 2 кило. И это 27 секунд от Алова. И за его 150 долларов. И он понимает, да, пацаны, что-то вы не справились. 20, 19. Все, все, все. Надо уходить. 14. Жесть какая-то творится на карте Нюк. Кто-то сидит именно в таких ситуациях за этим уголком. Ну, Бролл недоволен. Это еще ладно. Ну, мы видим, мейн закидали. Да, сюда даже никто не смотрел. Ну, и второй килл уже для СТЭКа был делом техники. Дюпри в дюпрессии. Это уже дефолт. Кулачки. Какие-то деньги наскребли для себя. Но камбэк действительно отдается. И прав ты был, черт возьми, Федор. Действительно, НИПы, наверное, в первую очередь с расчетом на защиту брали этот нюк. Наверное, рассчитывали больше взять. 4-5. Но хватило и трех. Довольно забавно по статистике за 5 последних нюков. Там еще до плеерсбрейка 4 штуки. У них за дефенс 71% раундов. У НИПов? Да. Ха. Это явно выбивающаяся из дефолта статистика. А пока мы об этом рассуждали, отбомбардировали Спинкса. Причем не было ассиста. И, наверное, Бролл это сделал. Просто сам попростреливал, а дальше ХАЕшкой топил. Вот все знаешь. Так ругали-ругали НИПов за какую-то тактическую узость. Но у Виталити не то, чтобы идей намного больше. И что тоже получается очень хорошо у НИП, это находить стартовые фраги. Я думаю, второй половине НИП по этому показателю настолько впереди. Даже сложно сравнивать. В этом раунде Виталити обнаружили довольно пустую зону. Это улица. Правда, их в последнюю секунду замечает. Стэк передает, конечно, информацию Резу, чтобы он был на фулл-фокусе. Ну, одного должен забирать. Попытка подсадки. Попал по ноге, но не убил. Запираю длинный. Да. Ты понимаешь, понимаешь, что там один точно красный. Пытаются как-то там ХАЕшками забрать. Бомба ставится в дым. Это шанс для Виталити. Дюпри ловит Хампуса. Есть разменчик. И Дюпри в винтах забирает двоих. А, наверное, у игроков в винтах не было выбора. Но им надо было как-то доначку проходить. Там третий. Не считают Плопского. Не дождался. Но это Дюпри. Куда ему еще было смотреть? Вроде бы все позиции закрыты. Единственная твоя задача не отвернуться от винтов. Дюприз не справил. Пятнадцатый раунд. Забирают все-таки Виталити. И мне кажется, что попахивает сильно достаточно топами. И как же, кстати, у нас здесь оказывается Федор Кван Захаров. Мастер над дополнительными раундами. Я не знаю, как это у тебя каждый раз получается. Федор, раскройте ваш секрет. Почему, когда садитесь комментировать вы, мы постоянно в самых неожиданных и странных местах находим овертаймы? Я думаю, сегодня день просто такой у нас. И фавориты по одной карте сегодня отдали. И здесь, в принципе, все было абсолютно реально магия какая-то. Не иначе. Но все-таки, может, 16-й тогда Виталити выиграл. Топы еще не гарантированы. Тоже интересно. Вряд ли не поймают тельт из-за этого, но потратили много сил. Потратив много сил на это возвращение, потом отдавать 14-16. Это конфиденс к следующей карте. Но с другой стороны начинаешь уже обдумывать те раунды. Или там даже не те раунды, а те моменты, эпизоды в последнем отрезке карты Денюк. Которую ты отдал, где мог бы сыграть лучше. Козырные сникеры Envias. На подобранной эмке. И теперь, друзья, либо допы, либо победа с минимальным разрывом для Виталити. Смотрим. Им нужен раунд судьбы. Раунд веры. Раунд, после которого весь мир встанет и скажет, вау! Этого мы и ждали. Ну, давайте наблюдать за происходящим. Минута 45 на таймере. Виталити действует довольно аккуратно. Был у них классный раунд на рампу. Был у них проход по улице. Но вот с дочкой А проблемы возникали практически постоянно. Так, показывают. Или что там? Закатилось, что-то? Гораната закатилась. Главное, что выпил, кстати. Пострелял, пострелял, выкатил. Окей. Можно все-таки с ней поиграть. Будет раз, два, три. Тройная раскидка через крышу. За его накидывает гря на Апексу. На финал ВЦГ берегли раунд. Но приходится и сейчас показывать. Смотри, реально будет раунд, походу, после которого все мы встанем и скажем. Вау. Этого мы и ждали. Конечно, урона не внесла, как мы видим. Апексу уходят с этой крыши. 4 секунды, он еще будет. И раскидка улицы после этого. Хампус, говорит, ребята, я вас понял, вы на респе. Пришел и сделаем. Слишком сложно, Витальти. Попробуйте что-то попроще. Может быть, рампу запушить. 37 секунд. Апекс не сдается. Сейчас, 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 сейчас. Вот он, вот он, ключевой Молотов пошел. Флешка. Эстак, не уходит за плен. Спин с мисс Межиском. Два кила дают. Плопский за сайтом. Молотов, ну, туда отброшен не был. Апекс загоняет самого Плопский. Пусть остается красный. Где в тот момент бомба? Бомба ныряет на Б. Узай, Вуавик. Это очень опасно. 18 секунд до конца. Апекс шифтит. Здесь же на радио. Рез просто топает. Они разменулись на Апекса. Нет, Рез видел. 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 И не попал. 18-ти хиповый Апекс забирает Реза. Хампус 1-2. За его просто на мужика стоит. И тащит этот рау. Сюда, говорит Апекс. 16-14 для Виталити. Топов не будет. Зоник хвалит благодарить Тайпекса. Потому что колл какой-то просто безумный. Что он сделал. Что вообще сделали Виталити. В этом раунде в последнем было все. И фейковая раскидка через крышу. И потом попытка раскидать улицу. И следом выход, который заканчивается вообще на Б-базе. Продолжение следует.